Добрый день. Спасибо большое. Восьмой пересмотр ТНМ классификации, который имеет существенное отличие от предыдущей версии. Мы немножко коснемся этого. Биологические факторы прогноза также имеют немаловажное, может быть, даже лидирующее значение в этой локализации. Это не только гистологический тип, но также рецепторный статус, как статус рецепторов стероидных гормонов, так и статус рецептора HER2. И это, собственно, часть биологическая. Она на сегодняшний день отражена в действующей классификации Всемирной организации здравоохранения, которой мы пользуемся уже практически год. Глобально структура этого руководства не изменилась, но изменения коснулись раздела, посвященного эпителиальным опухолям. И здесь отдельно выделены, понятное дело, инвазивные опухоли. Они немножечко группируются теперь другим образом. Но помимо того, что в этом разделе помещены пролифераты эпителиальные и прекурсоры рака молочной железы, здесь также находится целая группа миоэпителиальных образований. Это аденозы, склерозирующие аденозы, которые в ряде случаев, как клинические, так и морфологические приходится дифференцировать с инвазивными раками молочной железы. Что касается, собственно, инвазивного рака, то здесь у нас сейчас в классификации имеются две абсолютно неравные группы. Первая из себя представляет, собственно, неспецифицированный инвазивный рак молочной железы, который, как мы знаем, является гетерогенным по своим биологическим характеристикам. И все остальные раки молочной железы сгруппированы в так называемые редкие опухоли относительно первой группы и опухоли по типу образований слюной железы. Ну, перейдем, собственно, к тем факторам, которые нас интересуют. Мы определились с гистологическим типом. И следующее, что все еще сохраняет свое значение, в том числе для клиницистов, это грейд. Хотя на сегодняшний день, безусловно, это такая история неоднозначная. Есть некоторые исследователи, которые считают, что это не так важно. Но, тем не менее, для гормон позитивного рака грейдинг все еще обладает предиктивным значением. И ряд усилий в новой классификации были предприняты для того, чтобы повысить эффективность градации и воспроизводимости оценки, в том числе в плане уточнения критериев, которые входят в параметры грейдинга. Ну и есть систематическая работа, которая по разным локализациям ведется и приводит к тому, что мы уходим от подсчета количества метозов на поля зрения, которые могут существенно по своей площади отличаться друг от друга, к абсолютным значениям в миллиметрах квадратных. Тем не менее, эти все данные доступны для всех, кто занимается этой работой. Помимо грейда гистологического типа, безусловно, очень важно определение лимфоваскулярной инвазии, чему не всегда уделяется достаточное внимание. Все еще сохраняется в рекомендациях просьба указывать наличие внутрепротокового компонента и его характеристик. Но помимо этих стандартных параметров активно внедряются такие новые, пока для морфологов, вещи, как оценка опухолевого микроокружения. Их предлагается выражать в двух категориях. Это стромальные изменения или выраженность стромального компонента, а также наличие, выраженность и характеристики опухолеинфильтрирующих лимфоцитов. На сегодняшний день имеются рекомендации Международного общества по оценке опухолеинфильтрирующих лимфоцитов, которые предлагают оценивать этот параметр в площади стромы опухоли, которую занимают лимфоциты относительно всей стромы опухоли. Что же касается анатомических факторов прогноза, то, безусловно, когда мы находимся в контексте резекции, необходимо помимо размера опухолевого узла и надального статуса, что является компонентами ТНМ-стадии, оценивать еще и статус крови резекции, что позволяет нам подценить локальные характеристики опухоли и адекватность хирургического вмешательства, и в том числе расстояние от крови резекции до как инвазивного, так и неинвазивного компонента опухоли. Безусловно, доступные рекомендации по оценке всех этих параметров, они могут немножечко отличаться в нюансах, но глобально они едины. Единственное, что мы должны помнить о том, что оценка всех прогностических факторов, как анатомических, так и биологических, должна производиться в контексте. Либо мы оцениваем их в хемонаивной опухоли, либо мы их оцениваем в контексте неодювантной системной терапии. И здесь есть ряд нюансов, о которых нужно помнить и обращаться к соответствующим рекомендациям для того, чтобы адекватно их оценивать. И одним из наглядных примеров является, в том числе, скажем, оценка размера опухоли резидуальной или опухолевого ложа в различных системах оценки. Это важно, потому что ряд терминов могут иметь различные определения в различных классификационных схемах. И в системе ТНМ у нас резидуальная опухоль содируется по наибольшему непрерывному инвазивному фокусу, даже при фрагментации опухолевого узла на фоне предоперационной проведенной системной терапии. Если же мы будем говорить в категориях Residual Cancer Burden, то здесь мы должны оценить площадь всего участка, на котором выявляются резидуальные опухолевые элементы, вне зависимости от того, они инвазивные или неинвазивные. Это говорит о том, что патолог, когда оценивает эти характеристики и использует те или иные термины, должен очень четко в своем заключении указывать, какую именно систему он использует и что именно он подразумевает, скажем, под термином опухолевое ложе. То же самое касается, собственно, оценки опухолевой нагрузки в лимфатических узлах. Так, в категориях ТНМ мы должны, опять же, оценить только наибольший непрерывный инвазивный фокус. В категориях РСБ мы должны учесть весь размер участка, в том числе с постхимиотерапевтическими изменениями. Например, в виде фиброза это будут совершенно разные линейные измерения. И, безусловно, актуальным является оценка наличия либо отсутствия выхода за пределы капсул лимфатического узла. Как для рака молочной железы, так и для многих других локализаций это является одним из предикторов локального рецидива. Ну, собственно, перейдем к тому, что ближе. Это оценка статуса эстрогеновых рецепторов и ХЕР-2. Опять же, в общем, НССН ссылается на рекомендации Американского колледжа патологов. На сегодняшний день это руководство, которое является лидирующим. И большинство патологов по всему миру используют именно его для оценки этих параметров. И в зависимости от их статуса выделяются несколько клиникопатологических или суррогатных молекулярных подтипов рака молочной железы. На сегодняшний день в рекомендациях нижним пороговым значением для рецепторов стероидных гормонов является 1%. Но выделена зона, которая предполагает низкий уровень экспрессии рецепторов гормонов. Это от 1 до 10%. И, собственно, может быть несколько механизмов, за счет которых реализуется вот этот низкий уровень экспрессии. С одной стороны, это может быть гетерогенность опухоли. С другой стороны, это может быть реально биологически низкий уровень экспрессии. И это группа, которая требует большего внимания со стороны клиницистов, потому что, несмотря на то, что их статус оценивается как рецептор позитивный, они могут потенциально быть нечувствительны к гормонотерапии. Кроме того, до сих пор, если мы посмотрим на эту схему, нет единого порогового значения для оценки индекса Ки-67. Продолжаются дебаты на этот счет. Это связано с тем, что те уровни экспрессии этого маркера, которые позволяют отличить люминальные А от люминальных Б подтипов, находятся в серой зоне, так называемой, то есть в той зоне, где наблюдается самая низкая межисследовательская воспроизводимость среди патологов. Но на сегодняшний день внедрение механизмов, инструментов цифровой патологии, машинной оценки цифровых микропрепаратов являются многообещающими и, возможно, позволят нам стандартизировать оценку этого параметра и даже разработать какой-то более-менее универсальный порог. Что же касается ТНМ-классификации, то, как я уже сказала, она претерпела существенные изменения, потому что на сегодняшний день эта исходно-анатомическая классификация пытается инкорпорировать в себя биологические прогностические факторы, и таким образом она становится интегрированной. Это предполагает, с одной стороны, более комплексную оценку, несколько более сложную, с облигатным определением дополнительных параметров, но при этом она становится более эффективной с точки зрения определения прогноза. Если вы посмотрите классификацию, то предлагается помимо чисто анатомической группировки на стадии, еще и группировка на прогностической стадии, которая учитывает как грейд рака молочной железы, так и HER2 статус и статус рецепторов стероидных гормонов. И опять же, если мы обратим внимание, то наиболее критическим является разграничение между грейд 1, 2 и грейд 3, то есть лоу-грейд фактически сгруппированы вместе, а вот эти различия между грейд 2 и грейд 3 могут быть минимальны и зачастую связаны с оценкой индекса методической активности, который может зависеть от предобработки материала гистологического. Но, тем не менее, клиника идет вперед, и возможности терапевтически расширяются, и это ставит новые задачи перед патологом, и внедрение иммунотерапии требует определения каких-то предикторов чувствительности, в том числе и к чекпоинт-ингибиторам. На сегодняшний день для рака молочной железы предполагается использование двух препаратов, которые имеют регистрационное удостоверение по этой локализации, но проблема в том, что это два очень разных препарата, для каждого из которых имеется свой клон, своя тест-система и, более того, своя система оценки результата или анализа и интерпретации окрашивания. Но глобально для этого тестирования действуют общие правила для тестирования статуса PD-L1. Для рака молочной железы может быть протестирована как первичная опухоль, так и ее вторичные очаги. Единственное условие, что возраст блоков должен быть не более 5 лет, в идеале не более 1 года. И в данном контексте абсолютно непригодно для тестирования использовать цитологический материал, так как обе системы оценки предполагают, помимо оценки опухолевых клеток, оценку опухолевого микроокружения. Это предполагает наличие стромы в пределах биоптата, который тестируется. И на сегодняшний день тестирование костных биоптатов, которые подверглись декальцинации, невалидировано и не рекомендуется выполнять PD-L1-тестирование на трепанобиоптатах метастазов в кости. Кроме того, есть возможность определения еще статуса белков, которые осуществляют репарацию неспаренных нуклеотидов ДНК. Это ММР-статус. Тест этот простой с точки зрения моногистохимии, очень воспроизводимый. Это ядерная экспрессия, 4 маркера, которая позволяет выявить потерю функции или экспрессии того или иного белка, осуществляющих репарацию ДНК, что тоже может быть одним из показаний для назначения иммунотерапии. Но несмотря на то, что у нас есть широкий арсенал довольно старых и уже отработанных тестов, внедряются активно новые тесты, в том числе иммуногистохимические. Эффективность их использования и результат зависит напрямую от стандартизации и качества предобработки материала, от того, какой путь он прошел до патолога и до тестирования. Потому что, если вы обратите внимание на эту фотографию, то задержка фиксации, поздняя фиксация, неадекватная фиксация может приводить к потере белковых антигенных структур, в том числе к потере рецепторов стероидных гормонов. И таким образом из-за задержки фиксации и удлинения времени холодовой ишемии мы можем получить артифициально негативный рецепторный статус. Это касается как рецепторов стероидных гормонов, так и рецепторов HER2. Кроме того, белки ДММР очень чувствительны к обработке материала, в том числе к неадекватной фиксации. В большей степени это касается ПМС-2, который может сам изолированно один выпадать. И в данном контексте не всегда бывает легко дифференцировать это артифициальное отсутствие окрашивания, либо истинная потеря ПМС-2. То же самое, прианалитический этап категорически негативным образом влияет на статус ПДЛ-1. И у нас сейчас все больше возможностей для тестирования, но результат тестирования зависит от слаженной работы всех людей, которые вовлечены в обследование и лечение пациентов, в том числе с раком молочной железы. И прианалитический этап, этап выбора места для биопсии, забора материала, этап операции, этап, который находится между операционной и вырезной комнатой, между патоломатомической лабораторией, время холодовой ишемии является очень критичным для тех образований, которые облигатно необходимо тестировать на различные маркеры, как иммуногистохимические, так и молекулярные. И мы должны помнить о том, что полимерные молекулы разрушаются очень быстро при неадекватной фиксации, и нужно очень внимательно к этому относиться, для того чтобы получить эффект от всех тех технологий, которыми мы обладаем, которые могут быть использованы для выбора адекватного лечения для пациентов. Спасибо.